Малая, ну давайте помогу. Никита, умираешь? Умирай. Вы знаете, что я очень люблю наказывать, да? Года два или три, наверное, я не заявлялась ни в Манеж, ни на стадион. У сына очень хорошо получается, слава богу, у него мои гены. Здравствуйте, в эфире программа «Спортлица» и сегодня поговорим о женском. Писатель Гиды Мопассан однажды сказал, сильные люди так или иначе всегда добиваются своего. Все это о нашей героине. Встречайте, Людмила Блонская. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Людмила Блонская, прославленная легкоатлетка, в 2005 году заняла первое место в Семиборье на 23-й универсиаде. В 2006 и 2007 годах занимала призовые места на чемпионате мира в Семиборье и Пятиборье. Растянитесь на расстоянии одной руки. И мы попросим Настю. Настя, я думаю, детство у вас было не так уж давно. Мы вместе с вами сейчас будем изучать прыжок в длину с места. Вы все видите вот эту дорожку, да? Все видят дорожку. Это ваша лужа, в которую вы хотите перепрыгнуть, потому что там грязь. Сейчас на улице холодно. И видите вот эту белую дорожку, на которую вам надо минимум за нее перепрыгнуть. Что вы делаете? Замах руками делаем. Ребята на меня смотрят. Заделаем замах назад. Толкаемся и стараемся перепрыгнуть дорожку, оказавшись за белой чертой. Приготовились. Попробовали. Никто не прыгает одной ногой. Нельзя. Мы прыгаем двумя ногами. Прыжок в длину с места. Двумя ногами. Приготовились. Сделали замах руками назад. Зарядили свои бедрышки. Делаем прыжок. Вот. Настя, вы еще чуть-чуть и в лужу попали. Вы знаете, что я очень люблю наказывать, да? Все знают, что любое наказание это только ваше благо. Поэтому сейчас я ставлю отметку. И кто не перепрыгивает, отметочку, тот наказанный. Ну почти, почти. Но все равно заработала. Учитывая, что мы дали 30 без даний, я думаю, что ей 15 хотя бы, да? 2, 7, 8, 9, 10, 1, 2, ниже, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Вы заметили, как я похорошела? Никита, умираешь? Умирай. Обязательно перед разминкой мы должны немножко наклониться, чтобы почувствовать свои мышцы, в каком они вообще состоянии, в какой они форме, ничего ли у нас не болит, ничего ли у нас не натянуто. Мы проверяем, и только потом мы начинаем заниматься уже беговой работой, чтобы разогреть свое тело. А в легкую атлетику как пришли? Кто привел? Скажу честно, у меня очень потрясающий класс был. Сейчас тоже в школах проходит День физкультурника, это, как правило, осенью. И у нас были соревнования на День физкультурника, эстафеты. Я проиграла, была очень расстроена, но у нас был очень спорный вопрос. Между вторым и третьим местом, тогда была Елена Перекоти, со мной в школе училась, и как бы она вроде как второе место, а мне дали третье. И мои одноклассники очень за меня переживали, начали кричать, что я второе место заняла. Ну, и мы решили таким образом прийти, нас пригласили в легкую атлетику, прийти на тренировки, и там выявили, что из нас сильнее. Ну, я скажу честно, она была намного сильнее меня, она более перспективная была, она более одаренный ребенок был, но самолюбие меня задело. И вот я с того момента, с того дня начала, наверное, всем и себе доказывать, что я не хуже, чем они. И очень долгое время я, наверное, там многим доказывала, потому что я не из тех детей, которые от природы до нового, вот быстро бегать, или далеко метать, или прыгать далеко, нет. Я из людей, которые вот хочу, я это сделаю. Рано или поздно я этого добьюсь. То есть, как бы у меня характер немножко такой, несмотря на то, что у меня ничего не получалось. Ну, наверное, только прыгучесть от природы дана, и меня очень спасало в спорте, как это я уже потом поняла. А у меня очень эластичные, мягкие мышцы. Работаем активнее руками, помогаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, чаще. Расскажите, пожалуйста, ваши родители, кто они? Тоже спортсмены? Нет, совершенно нет. У меня родители не спортсмены. Мама работала в тот момент на стройке. Отец у меня тоже как бы работал. Ну, единственное, что мой папа в детстве очень увлекался лошадьми. Он безумно любит лошадей. И в детстве он занимался конным спортом, но получил очень серьезную травму еще в юношеском возрасте. И ему карьера спорта была закончена. Ну, наверное, этот вот отцовский дух и отцовское вот это вот желание к спорту. Сказать, что меня прививали к спорту? Нет. Я просто для себя тогда еще в школе приняла решение, что спорт – это, наверное, единственная возможность, чтобы я смогла поступить в институт, потому что родители как бы не планировали это. Даже у нас это не рассматривалось. И я хотела что-то добиться сама. Я никогда не хотела зависеть от кого-то. Я никогда не хотела сидеть на шее у родителей. Поэтому, скажем так, сцепя зубы, пахала, терпела много чего. Много было нюансов, которые могла бросить тренироваться, но не бросила, не бросила. Мне помогли, слава богу, хорошие люди. Первую роль в моей жизни сыграла, когда она меня обратила в тренер сборной Украины. Вторую, когда она меня опять-таки оставила, мне нужно было выживать. И я выжила благодаря вот таким соревнованиям, как универсиада. И опять-таки, большую роль сыграла Харьковский институт физической культуры и спорта, который я закончила. У нас был ректор Оленник. Он сам легкоатлет. Он тренировался металл-копье. И он сказал однозначно, что Шевчук. На тот момент у меня фамилия была Шевчук. Шевчук – наговорка, она выступает хорошо, она должна учиться у нас. И он все сделал для того, чтобы я училась без проблем. То есть у меня был индивидуальный график. Через полтора года на меня обратила внимание тренер, жилпа Татьяна Борисовна. Она уже, к сожалению, умерла, ее машина сбила. Она на меня обратила внимание и начала мне помогать. Учитывая, что я была очень маленькая, худенькая, на меня все в Украине называли Малая. Она мне говорит, Малая, ну давайте помогу. Ну попробуем. Раз, два, да. Поговорим о ваших детках. Они у вас достаточно взрослые уже. Какой путь выбрали? Вы знаете, они сами выбрали. Учитывая, что у меня дочка уже учится у нас в институте, Трореческой академии на факультете. Сын у меня также спортсмен. Поговорить в физической культуре и спорта. Ага, то есть спортсмены оба? Да, оба спортсмена. Но я думаю, что это наследственная какая-то, потому что папа многоборец, мама многоборка. И хочешь не хочешь, в любом случае дети получаются спортсменами, потому что они с нами ездили по сборам, по соревнованиям. И кроме как тренировок они мало что видели. Тем более, что у сына очень хорошо получается. Слава богу, у него мои гены. Он и бегает в барьер очень хорошо, прыгает в высоту, прыгает в длину. Он пробует себя везде, и пока у него это получается. Поэтому по максимуму, сколько смогу, столько я его буду поддерживать. Буду ему чему-то учить, показывать. На старт! Это больше через верх, через верх, через верх все шаги ставить. Вот смотрите, у нас есть мячик, вроде бы на вид красивый, нежный, аккуратный. Он тяжелый. Но он тяжеленький. Это один из инвентарей, в котором мы развиваем различные группы мышц. Мы его используем для метания, для бросков вперед, чтобы мы отработали взрыв, для обучения студентов, для обучения детей толкания ядра. Потому что он весит 3 килограмма. Взять круглое ядро, детки, когда его берут, часто пугаются. Мячик все-таки какой-то более такой мягкий, лояльный. Поэтому у нас есть очень много упражнений, которые мы подбрасываем снизу вверх. Не просто для того, для бросков. Мы отрабатываем взрыв, мы отрабатываем прокачку ног. Такими ядрами, я их называю мягкие ядра, мы отрабатываем технику толкания ядра вперед. Со скачка, с места. Вы можете попробовать, я думаю, что у вас это получится. Станьте, пожалуйста, так вот ко мне лицом. И просто я всех студентов обучаю восстановиться, присесть на две ноги. Присели, да? Да. Положите ядро на шею. Есть. И наклонитесь в сторону. Наклонились? Отпустите левую ручку. Отпустила. И закройтесь. И теперь просто сработайте ножкой, толкните вперед. У вас это, думаю, получится? Попробуйте. Вот, да. Это одно из подводящих упражнений, в которых мы обучаем студентов. Нам проще их научить, потому что мячик мягкий. Обучаем деток маленьких. Давайте поговорим о неприятных, немного вещах. 2008 год. Вы выиграете второе место, серебро на Олимпиаде, потом это серебро теряете. Очень много разной информации ходит по сети. Очень много предположений, очень много СМИ это освещало. Хотелось бы услышать вашу версию, что все-таки тогда произошло. На сегодняшний день у меня дисквалификация изменения в крови, хотя, как вы говорите, в интернете много информации. Поразительно, что я разную информацию даже в интернете услышала, увидела, хотя документально. То, что есть, на самом деле, знаю, наверное, только я и руководство Украины. У меня информация, что у меня изменения в крови, хотя по информации интернета определенные препараты. Было два или три, наверное. Я не заявлялась ни в Манеж, ни на стадион. Я не хотела каких-то осуждений, хотя, скажу честно, люди, которые очень близко связаны со спортом, хорошо знают меня, мою семью. Никто себе не позволял меня осуждать. Результат, который я показала на чемпионате Мировозаке, на сегодняшний день он является действующим, он не является аннуляцией, так как у меня все были дубконтролевые пробы сданы. Все было хорошо, все замечательно. И этот рекорд до сих пор стоит. Никто его не побил. Его еще никто не побил. И я вам скажу, для меня это весомый аргумент, что я была спортсменкой высокого уровня. Шесть, семь, восемь. Легкая атлетика в Крыму, какая она сегодня? Вы знаете, она вообще очень тяжелая не только в Крыму, а, к сожалению, в Российской Федерации, потому что с каждым днем все ужесточает все условия, проблемы с докторами и лабораториями, со спортсменами. Но я думаю, что это больше политическая ситуация, чем связанная со спортсменами. И это все негативно сказывается на результатах легкой атлетики, не только в Крыму, а вообще во всей России. К сожалению, у нас с каждым годом все меньше и меньше спортсменов, которые добиваются высоких результатов. Но это, наверное, потому что нет мотивации. Потому что мы сами понимаем, что любая мотивация – это залог успеха нашего. И когда ставят определенные рамки, связанные не лопингами, а связанные с выступлениями, то молодое поколение смотрит на это все, и у них пропадает желание. Но чтобы этого не происходило, нам нужно, наверное, как-то развивать это все. Каким образом развивать? Ну, наверное, это лучше уже поговорить с руководством, потому что одними сборами и сказками никого ты сейчас не примотивируешь. А спортсмены у нас есть неплохие, но, опять-таки, не видят перспективы. Если есть спортсмены, которые уже выступали на высоком уровне, они еще как-то держатся, то у деток маленьких все сложнее и сложнее мотивировать. Каждый спортсмен – это история крымских побед и стремлений, о которых следует помнить. С вами была Анастасия Бойко. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова